Действующую работу всей власти и оказывая поддержку различным формам самоуправления граждан. Подчеркну, все наши решения должны быть здесь как экономически эффективными, так и, это хочу подчеркнуть, особо социально ответственными. Государство не может себе позволить самоустраниться из жилищной сферы, несмотря на рыночные приоритеты. А это значит, что оно должно активно формировать здесь цивилизованную рыночную среду. Правительство, руководители субъектов и органов местного самоуправления должны отвечать за своевременность проведения необходимых реформ. Финансово и морально поощрять тех, кто успешно продвигается по этому пути. В целях же решения жилищной проблемы мы должны в первую очередь думать о наращивании объемов строительства и существенном увеличении предложения на рынке жилья. Во-вторых, мы обязаны сбалансировать его структуру. Не секрет, что застройщикам пока интереснее иметь дело с дорогой или, как у нас сейчас модно говорить, элитной недвижимостью и умело играть на ценах. Нам нужны действенные механизмы, способные стимулировать строительные компании к работе с массовым, недорогим жильем. И у рабочей группы Госсовета есть, насколько я знаю, конкретные предложения, включая создание специального финансового института и корректировку федеральной целевой программы жилища. Прошу на этих вопросах сегодня подробнее остановиться. Кроме того, важно продолжить линию на демонополизацию строительных рынков, а также на снятие административных барьеров и издержек, прямо способствующих созданию нездоровой конкурентной среды, а по-другому просто отсутствие всякой среди части, мешает развитию этой сферы. Повторю, надо проанализировать все возможности по снижению себестоимости жилья. Очевидно, что в цене квадратного метра, конечно, сидят серьёзные расходы застройщиков на инфраструктуру и согласование по участку и документации. Но, если сказать по-честному, здесь также сидят и всякого рода непрозрачные расходы, включая криминальные доплаты и коррупционные поборы. Что же касается инфраструктуры, важнейшего вопроса. Мы с каждым из вас, или вот в таком составе, либо вазу на глаз, и с другими нашими коллегами из регионов часто говорим об этих проблемах. И очень часто об одном и том же – инфраструктура, дорого, нет денег и так далее. Но в некоторых регионах решаются эти вопросы. Далее, к снижению стоимости жилья должно также привести и грамотное субсидирование процентных ставок, и софинансирование инфраструктуры, и предоставление гарантий по кредитам для застройщиков. Ещё один серьёзный резерв – это расширение малоэтажного строительства. Такое жильё для многих более удобно, чем в высотных многоквартирных домах. Более того, по данным экспертов, массовая малоэтажная застройка существенно снижает себестоимость жилья, что делает его доступным для молодоходных групп населения. Как это не покажется странным? Отдельный дом, его себестоимость, стоимость квадратного метра там, оказывается дешевле, чем в многоквартирном доме. Я знаю, что в этой сфере уже ведётся необходимая законодательная работа. И, наконец, по ситуации с ценами, на ситуацию с ценами должно повлиять технологическое развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. Здесь также должны быть в первую очередь задействованы региональные и местные возможности. Как сегодня мы говорили, глину возить, то есть если кирпичей не хватает, но это себе дороже, да и глупо. Практически в каждом регионе России есть такие возможности, практически в каждом. Наряду с расширением строительства надо развивать и классическую ипотеку, и другие формы кредитования, ориентированные на граждан с невысокими доходами. Причём подобный опыт в регионах Российской Федерации есть. В том числе и здесь, как я уже говорил, в Татарстане, где широко распространены так называемые социальные формы ипотеки. Такие программы, например, для молодых семей могут предоставлять серьёзные преференции, включая субсидирование первоначального взноса, гибкую процентную шкалу, длинные сроки кредитования. Вот Николай Васильевич мне много на этот счёт рассказывал. У них в республике все эти формы практически развиваются, развиваются успешно. Во многих странах хорошо зарекомендовала себя и накопительная система приобретения жилья через так называемые стройсберкассы. И в некоторых европейских государствах через эти накопительные механизмы покупается до двух третей жилья населения. До двух третей. В отличие от обычных ипотечных банков, а также в таких кассах нет требований по ликвидной залоговой недвижимости. При этом вкладчикам оказывается солидное государственное субсидирование. Конечно, без этого в данном случае не обойтись. Думаю, что мы могли бы в сжатые сроки обеспечить соответствующую законодательную базу для работы подобных механизмов в России. И это будет эффективнее и дешевле, чем просто социальные жилья. И, конечно же, помимо решения всего комплекса отраслевых, организационных и правовых вопросов, крайне важна последовательная государственная линия на общее повышение доходов граждан и снижение уровня бедности в стране. И, не скажу ничего нового, борьба с инфляцией, конечно, потому что иначе доходы будут обесцениваться. В заключение отмечу, представленный рабочей группой анализ убедительно доказывает, что прогресс в жилищной политике и в модернизации жилищно-коммунального хозяйства есть именно в тех территориях, где власти активно ищут местные ресурсы, грамотно взаимодействуют с бизнесом, с инвестором и в целом проявляют инициативу и настойчивость. Я попросил бы присутствующих членов Президуального совета предметно остановиться именно на таком опыте и по итогам выработать общие конкретные предложения.